Пересечь всю Россию с запада на восток автостопом отважится далеко не каждый. Тем более сложный этот путь для человека, передвигающегося в инвалидном кресле. Совершить путешествие длиной в 20 тысяч километров отважился Игорь Скикевич, инвалид первой группы. Свой путь он начал 21 мая в городе Таганрог, планируя за 150 дней добраться до края России, острова Шикотан. Для него это не просто путешествие, а экспедиция в честь 70-летия Великой Победы. Свой маршрут он спланировал так, чтобы посетить места боевой славы. Весь свой путь Игорь не расстается с портативной камерой. Я снимаю в пути все, что со мной происходит. Кстати, у меня стоечка, такая интересная, называется ссылка. По-другому еще ее называют, себяшечка по-русски. Мне ее подарили, подарил оператор одного из интернет-журналов. В каждом городе он набирает землю на память о необычном путешествии, а также через всю страну. Везет бутылочку с водой из Черного моря. На восходе солнца, когда я приду, доберусь до края нашей земли, я перелив ее в Тихий океан, символически объединив нашу необъятную родину с запада на восток. Победа над собой. Вот смысл каждого дня прожитого в экспедиции. Доказать не только самому себе, но и всем, кто прикован к инвалидному креслу, что жизнь не теряет красок. В путешествии из города в город Игорь заметил, что за последние 8 лет появилось больше пандусов, и передвигаться инвалиду стало удобнее. Вот только вот здесь я увидел к памятнику, к мемориалу, к вечному огню, есть пандусы. В городах героев везде ступеньки. Чтобы спуститься вниз, приходилось просить людей, чтобы спустили мою коляску, они вместе со мной, чтобы я мог разожить цветы. Такая акция не оставила равнодушными людей, которых Игорь встречал на своем пути. В каждом городе находились желающие помочь, провести экскурсию, просто поддержать добрым словом. Самара не стала исключением. Во время возложения цветов к вечному огню, человек в инвалидном кресле с развивающимся за спиной флагом победы привлек внимание местных жителей и гостей города. Это не каждый решится. Мы только прямо рады, завидуем им. Мужеству его поем мы песни. Не последнюю роль в большом путешествии играют ночные волки, участники Всероссийского мотоклуба. Во многих городах ночные волки помогают Игорю в дороге. То есть где-то дают кровь, где-то встречают, провожают, показывают город. Где-то устраивают какие-то акции по сбору средств для того, чтобы человек мог продолжить свою дорогу. Чем можем, героям своей страны мы помогаем. На своем пути Игорь сталкивается со множеством испытаний, которые сложно преодолеть человеку без проблем со здоровьем. Тем более человеку в инвалидном кресле. Дождь, град и ураганный ветер. Однако, несмотря на все, он не падает духом и продолжает свое странствие. Следующий город на маршруте – Оренбург. Мы вами гордимся, мы вас увидели очень даже рады. Всего вам доброго, здоровья. Дарья Трофимова, Константин Головин. События.